Когда говорят о пограничниках, то в сознании моментально всплывает образ человека с собакой. Впервые собак в армии начали использовать в 19 веке. Четвероногими бойцами были укомплектованы посты на русско-турецкой границе. И несмотря на то, что сейчас в охране границы применяются самые современные технологии, собаки все еще востребованы. В эти дни пограничные кинологи и их четвероногие друзья отмечают профессиональный праздник. На границе, на заставе Маруха, побывала в Мадина Каракетова и познакомилась с героями следующего сюжета. Серьезные, скажу я вам, пограничные собаки. Если бы не крепкая решетка вольеров, наша группа тут же оказалась бы в плену у четвероногих пограничников. Кто-то из них уже с внушительным служебным стажем, а кто-то только приступает. А вот эту красавицу зовут Звезда. И она самая младшая из служащих в этом пушистом пограничном отряде. И единственная дружелюбность, с кем вместе смогли найти общий язык. Дрессировка собаки – это процесс долгий и кропотливый. И, как говорят пограничники, в этом процессе необходима любовь и уважение к собаке. Выбирают служебных собак по характеру. Воспитывать начинают с 8-месячного возраста. И продолжают в течение всей ее служебной деятельности. Вот и Звезда в скором времени вырастет в крупную немецкую овчарку с характером. Ну а пока наслаждается детством. А вот Алтай уже сдает первые экзамены. Алтая, как и других щенков, привезли на заставу Маруха в двухмесячном возрасте. Адаптировался, привыкал, знакомился с хозяином. Собаки закупаются на специальных питомниках служебных собак, либо у профессиональных заводчиков. Это все на уровне пограничного управления. С самого первого раза она отдается кинологу. И на протяжении всей службы у них получается тандем. С 8-месячного возраста собак начинают обучать. Первоначально они проходят общий курс дрессировки, так называемые приемы общего послушания. При обтработке этих навыков переходят к специальному курсу. Их учат охранять, разыскивать, прививают другие специальные навыки, такие как поиск наркотических средств, взрывчатых веществ, оружие. Как правило, в большинстве случаев на службу берутся только немецкие овчарки. Они отличаются очень сильной, уравномешенной нервной системой. Легко поддаются дрессировке и социализации. Очень важно правильное кормление пограничных собак. На голодный желудок немногое сделаешь. Поэтому пограничники питанию своих четвероногих друзей уделяют большое внимание. И, конечно же, основное блюдо собачьего меню – мясо. Мясо только первой категории – овощи и крупы. Расчет приготовления корма – полтора-два литра на каждую служебную собаку. Кормление производится два-три раза в сутки. Вот крупа. Вот готовится корм на вечернее кормление. Сейчас варится мясо. Потом туда будут закладываться крупа и овощи. А на период несения службы в горах, как и любому бойцу, им положен сух паёк. Сухой собачий корм хорошего качества. Кроме того, собаку необходимо содержать в чистоте, а о паразитах и клещах в шерсти и речи быть не может. Они всегда были верными товарищами человека в любых ситуациях. Сколько примеров, когда четвероногие друзья спасали людские жизни. Взять Великую Отечественную войну. На неё официально были призваны 60 тысяч собак, в том числе и крупных дворняк. Из них было сформировано 168 отрядов. Из полей боя собаки вытащили более 700 тысяч раненых солдат. Один джульбар сразминировал 7 тысяч мин и 150 снарядов. Овчарка была награждена медалью за боевые заслуги. Она приняла участие в параде победы на Красной площади в 1945 году. В историю Великой Отечественной войны вошёл и такой факт, как рукопашный бой с собаками. Единственный подобный бой в истории человечества. В июле 1941 года Гитлер прорвался в Киев, где намеревался провести парад победы. Но врага у села Легидзино встретили 500 пограничников Коломойской пограничной комендатуры. Завязался бой, но патроны у пограничников закончились. Тогда они вступили в рукопашный бой. А за них заступились 150-х четвероногих друзей. Этот бой описывается как один из самых ожесточённых, кровавых. Собаки буквально разрывали фашистов на куски. Их расстреливали с танков. Но собаки умудрялись запрыгивать на боевые машины и клыками доставать врага. В том бою погибли все пограничники и почти все собаки. Остававшиеся ещё в живых собаки охраняли погибших пограничников до последнего, не подпуская к ним врага, пока их всех не расстреляли. После фашисты расстреляли и всех собак в Легидзино. Там установлен памятник героическим пограничникам и их верным защитникам. Современные четвероногие пограничники также отважны. Одна из овчарок, служащих в пограничном управлении Покорощаева-Черкесии, была награждена специальной наградой за поимку нарушителей границы. Кинолог из погранзаставы Маруха Андрей говорит, что для пограничника его собака имеет особое значение. Собака для пограничника это не только специальное средство, но ещё и друг. При списании служебные собаки, как правило, специалистами-кинологами забираются себе домой. Там они становятся полноценными членами семьи. Ведь не зря о собаках сложено столько стихов, снято фильмов, написано истории, из которых часто следует вывод. Если тебя предал друг, это явно была не собака. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Маруха.